Как списать ЕГЭ? Вопрос, который задают многие выпускники в последние дни перед злосчастным экзаменом. Так ли страшен этот экзамен, как кажется? Что вам стоит от него ждать? Какие, не знаю, фишки есть? Камеры работают, не работают? Металлоискатели, что вот телефон можно ли пронести? Вообще, возможно ли способы списать? Это не любимый всем ЕГЭ. Вот с тобой вот... Узнаем прямо сейчас. Спонсор выпуска молодой канал Заблуждение. Ребята, а это два парня, снимают свой проект исключительно на улице. И думаю, тот факт, что они мёртнут ради зрителей, уже заставит вас перейти на их канал. А если нет, то скажу, что они разыграют билеты на Дэдпул. А это отличный аргумент, перейти на их канал, подписаться и быть самыми крутыми. А мы смотрим ролик, поехали! Начнём с главного вопроса. Можно ли найти ответы на ЕГЭ в интернете? Примерно середины мая будьте готовы к своеобразным сбросам в социальных сетях о том, что кто-то взломал совет в ФИПИ и достал оттуда все варианты с ответами. Кто-то сам является составителем заданий и вам тоже эти ответы будут поставлять по регионам. Кто-то вообще лучший друг Ливанова по пьяни с ним забухал, а Ливанов ему передал флешку со всеми вариантами и ответами ЕГЭ. Никогда, запомните, никогда не верьте таким сбросам. Ответов на ЕГЭ с 2012 года нет и никогда, походу, не будет. В конверте варианты, а варианты ответа даже перепутаны, представляете? То есть, возможно, задания будут у кого-то совпадать, но это единичные случаи, и варианты ответов, самое главное, будут абсолютно разные. То есть, такая вот система, то, что есть банк заданий, открытый, который доступен даже сейчас, и вы можете оттуда что-нибудь решать, чтобы хотя бы понять, какого типа будут задания. Но все эти задания тщательно перемешиваются. То есть, не будет сходства вообще ни в каком конверте, и поэтому покупать ответы, это очень глупо, я считаю. Учителя поголовно пугают нас тем, что принести на борт какую-либо технику вообще невозможно. Вас будут жестко шугать на входе металлодетекторами, металлоисхатерами и так далее и тому подобное. На самом деле, здесь все зависит от человека, который будет стоять у входа. Были случаи, когда я понимал откровенно, что эти палки вообще не работают. То есть, то, что по вам проводят пластмасска этой, это чистая формальность. То есть, фактически можно принести все, что угодно. Но бывали и такие пункты приема экзаменов, когда мощность на этих металлодетекторах была выставлена настолько, что они реагировали даже на наконечники металлические, на шнурках, и заставляли всех розоваться. То есть, это вообще был огромный ужас. Конечно, были смельчаки, которые проносили смартфоны в ботинки, например, но на самом деле воспользоваться вы им, скорее всего, не успеете. К тому же, одной девочке, насколько я знаю, зазвонил телефон в ботинки. То ли будильник, то ли плеер включился, то ли еще что-то. И ее просто-напросто выгнали без возможности пересдачи в этом году. Еще одна любимая страшилка учителей — камеры, которые висят в каждой аудитории и за вами наблюдают прямо сейчас. Да, камеры формально есть в каждой аудитории. Это требование, которое, в принципе, все соблюдают. Но не факт, что эти камеры стопроцентно работают и транслируют вас в прямом эфире. При входе в аудиторию обратите внимание на тип камеры. Если это вебки, которые явно повесили недавно, и к ним провод тянется, подключенный к ноутбуку, и можете наблюдать изображение из этих веб-камер, то можете быть уверены, что на вас наблюдают прямо сейчас в прямом эфире кто-то из онлайн-смотрителей по всей России. Работает камера или нет, тут на самом деле без разницы. Дело в том, что надзиратели ими очень сильно запугивают, и если раньше какая-нибудь добрая бабушка-учительница могла сделать вид, что не заметила вашу шпаргалку, то теперь она будет уверена, что эти 0,3-мегапиксельные камеры, висящие в 5 метрах от вас, заметили эту маленькую формальность и будут обязаны вас выгнать. Отвечая на вопрос, стоит ли списывать на ЕГЭ, как списать на ЕГЭ, скажу, что глагол «списать» как таковой здесь вообще неуместен. Можно взять с собой вспомогательные материалы в виде небольших шпаргалочек и спрятать их в карман пиджака. Вас их искать никто не будет, поверьте мне. Но не вздумайте воспользоваться ими в аудитории. Если уж и приспичило посмотреть формулы по математике, аргументы по литературе или правила по русскому языку, то спокойно сделайте это в туалете. Найти из надзирателей, как я их называю, туда никто не имеет права. А если и зайдет, можете сказать то, что «Я сейчас подам на вас в суд!» Попробуйте так сказать. Не паникуйте, и вместо того, чтобы слезно искать ответы, готовьтесь. Тестовую часть по любому из предметов можно дорешать до автоматизма. А базовая математика — это такой предмет, который, ну, не сдаст только, не знаю, а последний даун отбитый, потому что вместе с заданиями вы получаете целый набор формул по решению абсолютно любой задачи. Будьте готовы к тому, что на вас будут морально давить, да и условия передвижения по пункту сдачи экзаменов напоминают зону. Даже если вы там никогда не были, поверьте мне, ощущения не из приятных. Поэтому просто соберите свою волю в кулак и ударьте их. Шучу. И да, не употребляйте ничего перед экзаменом, начиная от банальных успокоительных таблеточек, заканчивая боевыми стаграмами. Поверьте мне, и такие люди бывали. Все это расслабит ваш мозг, вашу интеллектуальную активность, и все будет еще хуже. Не ссы, слышишь меня? Потом сами будете с улыбкой и иронией вспоминать все это. Ведь жизнь только начинается. Потом вы поступите в институт, а в институте вообще жопа полная будет с этими сессиями. Удачи, приятного образования. С вами был Айден, подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии пишите. Вот. И в павлик мой вступайте, на перископ мой подписывайтесь, и смотрите другие ролики. Они интересные и веселые. Какие-то вопросы? Вниз. Пока. Симон, ты наш Симоночек. Симон, поет слова мужичоночек.